Всем привет! Это программа Дополнительное время. Неделя подошла к концу. За эти 7 дней случилось огромное количество побед и поражений. И чтобы имена спортсменов и название команд не забылись, давайте вместе вспоминать самые яркие спортивные моменты. На старт, внимание, марш! И первое событие, которое нельзя пропустить, это всероссийский турнир по рукопашному бою. Закончился он 13 мая во Владимире. Саров на соревнованиях представлял саровчанином спортивного клуба «Панкартион» Антон Болоткин. В весовой категории до 85 килограммов Антон занял второе место, чем заслужил право выступать на чемпионате России по рукопашному бою, который пройдет в октябре в Иваново. А еще подопечные Валерии Трубина заняли первое место в личном и первое место в командном зачете на первенстве Азии по рукопашному бою в городе Уфа, которое прошло на этой неделе. Такие вот победы в единоборствах. Кстати, в тот же день, 13 мая, правда, уже в Сарове завершился чемпионат Нижегородской области по пулевой стрельбе, где успешно выступили воспитанники «Дюшика». Восемь комплектов медалей в различных упражнениях разыгрывались в стрельбе из малокалиберных и пневматических винтовок, а также пистолетов. Победителями и призерами в своих группах стали Степан Деняев, Михаил Черков, Виталий, Филатов, Андрей Ермаков, Сергей Моначкин, Андрей Котов, Ангелина Подышева, Анна Разуваева, Екатерина Калинина, Милана Шагимуратова, Екатерина Акашева. И вроде бы все как обычно для наших спортсменов, куча медалей разного достоинства, но тут надо учесть, что всего участвовало 49 спортсменов. Так что результат очень и очень достойный. Молодцы, стрелки! Саруфинвест От спорта высших достижений давайте поговорим о любительском, который должен в первую очередь приносить удовольствие участникам. В прошедшие выходные как раз было такое мероприятие. Прошло оно на стадионе «Авангард» и проводили его для сотрудников ВНЕФ и их семей. Да, кстати, их друзей. То есть, по факту, для всех желающих. Что это было, смотрите прямо сейчас. Организаторы спортивного фестиваля для сотрудников ВНЕФ и их семей в этом году поставили себе весьма амбициозную задачу придумать такие состязания, чтобы было интересно и молодым специалистам, и ветеранам отрасли. Скандинавская ходьба – это наше ноу-хау. Впервые мы его провели в феврале месяце в этом году на стадионе «Авангард» в зимнее время. И настолько он понравился, что ветераны, центры наши ветераны ВНЕФ очень просили повторить. Вторым нововведением спортивного праздника стал «Виллоквест». Участникам на двухколесном транспорте предстояло не только добраться до определенного места в городе и сфотографироваться там, но и выполнить ряд испытаний на самом стадионе, пройти полосу препятствий, не спускаясь с велосипеда, сыграть в городки. А еще каждый участник «Виллоквеста» может попробовать себя в роли лучника. Например, как я. Готовясь к празднику, организаторы не рассчитывали, что «Виллоквест» вызовет такой ажиотаж. Участников набралось на целых девять полноценных команд. Семья Тришных решений об участии приняли, не задумываясь. Мы всегда находимся впереди всех спортивных мероприятий. И считаем, что они являются пропагандой здорового образа жизни. Нас подружка сэгиптировала, команда подала заявку на нашу команду, и мы были очень рады. На спортивном празднике, посвященном 9 мая, каждый гость нашел себе занятие по душе. Кто-то отправился на турнир по шашкам и шахматам, кто-то сделал точные броски, битые в городке или меткий выстрел из пневматической винтовки и лука. Объединял из всех хорошее настроение и тяга к активному отдыху. Кстати, проводят эти праздники регулярно, минимум дважды в год. Так что у всех есть шанс осенью поучаствовать в подобном мероприятии. Давайте продолжать дальше. 12 и 13 мая в спортивном комплексе «Юниор» прошло первенство Нижегородской области по баскетболу детско-юнической баскетбольной лига. Между командами 2003 и 2002 годов рождения. На площадке рубились и мальчишки, и девчонки. В финальных играх за первое место команда девушек «Дюшикар» со счетом 38-70 уступила команде из Павлова «Торпеда». Откровенно, мы играли спокойно. Я говорю, неважно. Старом нам было играть или Держинском. Я не хочу обидеть никого, но результат был бы такой. Поэтому, ну, ваши девчонки старались, но им не хватало ни роста. Ну, как ни крутить, мы немного постарше. Команда юноши «Дюшикар» в упорной борьбе также завоевала серебряные медали, немного уступив команде из «Дюшор» номер 7 из Нижнего Новгорода. Итоговый счет игры 60-77 в пользу соперника. Мы проводим, так скажем, селекцию игроков, чтобы нам сформировать сборную команды Нижегородской области среди девушек и среди юношей, которые ежегодно представляют Нижегородскую область на серьезных соревнованиях первенства России. 13 мая прошел областной турнир по конкуру. Соревнования состоялись в Манеже, КСК, Саров. Это прямо за третьим КПП, если кто не знает. Одна из самых ярких представительниц конкура в Сарове – Кристина Золотатрубова. О ее достижениях и самих соревнованиях в следующем репортаже. Для Кристины Золотатрубовой это далеко не первые соревнования. Девушка занимается конным спортом уже 4 года и не раз становилась победителем и призером различных турниров. В этот раз она вновь доказала свое мастерство и заняла первое место в маршруте на 60, третье на 70 и забрала золото в конкуре на мощность. Было очень много сильных соперников. Я не знала, честно, кто победит. И все было, вот реально, как бы все лошади были сильными, и все всадники могли победить. Конкуренция действительно оказалась высокой. Все наездницы выкладывались на максимум. Не ушла без призов с турнира и Вероника Белова. Девушка заняла первое место в маршруте на 70, в маршруте на 60 и заняла вторую ступень пьедестала. В конном спорте самое сложное – это найти взаимопонимание со своей лошадью, которой ты занимаешься. Потому что если будет взаимопонимание, то будут это какие-то достижения. Моя ложь зовут «Сказка», на которой я участвовала. На прошлых соревнованиях она у меня нервничала. На этих соревнованиях она уже справилась со своим волнением. Я ее успокоила, и мы проехали достаточно хорошо. Я очень ей благодарна, что она мне, можно сказать, принесла эти места, потому что без нее бы я не заняла просто ни первое, ни второе место. Также в этот день на манеж вышли и дебютанты. Для Виктории Головинской это первое серьезное соревнование по конкуру. На самом деле выступать было достаточно волнительно и страшно, но выступили неплохо для первого раза моего. Самым сложным оказалось управление лошадью, потому что лошади все с характером определенным, и каждый надо подстраиваться. Посмотреть на мастерство девушек и на возможности лошадей приехало множество зрителей. Взрослые дети активно подвадривали участниц, а сразу после соревнований все желающие могли почувствовать на себе, что значит быть наездником. 12 мая состоялся третий тур чемпионата Нижегородской области по футболу в высшей лиге. Саровский футбольный клуб провел игру на выезде в Богородске. Местный «Спартак» считается непобедимым на своем поле. Тем не менее, наша команда, серьезно подготовившись к этому матчу, одержала победу со счетом 3-2. Сейчас ВК «Саров» в своем активе имеет 7 очков и располагается на четвертой строчке турнирной таблицы. 12 мая в районе лесного массива, прилегающего к восточной границе поселка Сатис, прошло открытое первенство в Нев по спортивному ориентированию в классическом заданном направлении. В соревнованиях приняло участие 47 спортсменов, а в том числе и из Арзамаса и Нижнего Новгорода. Я туда съездил, посмотрел все своими глазами и готов рассказать. Смотрите, как это было. В отличие от опытных спортсменов, Ирина Погодина вышла на старт всего второй раз в жизни. Для себя выбрала короткую дистанцию – полтора километра. 20 контрольных точек она прошла меньше, чем за полчаса, и к финишу среди новичков пришла одной из первых. Трасса мне показалась легкой. Сначала, конечно, вместе с группой бегала, потом, когда поняла, что могу рассчитывать на свои силы, немного ускорилась и вот прибежала, немного оторвалась от них. Во время забега участникам запрещено пользоваться электронными устройствами с навигацией. Инструменты спортсмена – это карта и компас. Определить стороны света, взять азимут и бегом через овраги, поваленные деревья и небольшие болота. Находясь в лесу, главное помнить несколько простых правил. Уметь находить азимут, знать хотя бы самые банальные ориентиры, тропинки, леса и все остальное, что означает на карте, и боевой настрой. Чтобы участникам, особенно заядлым спортсменам, на соревнования было интересно, организаторам приходится каждый раз не просто искать новое место, но и самостоятельно рисовать карту, практически живя в лесу. Выбираем более-менее такой район, чтобы было там и не очень сильно раздорожная сеть, с одной стороны, с другой стороны, чтобы был рельеф, и с другой стороны, чтобы было поменьше болот, воды, ну, чтобы не топить людей. В этот раз Сергею Егоршину пришлось провести в лесу почти неделю, но оно того стоило. Прошли соревнования на позитивной волне и под девизом «Сколько человек в лес вошло, столько же должно из него выйти». По итогам соревнований сформировалась сборная команда, которая 19 мая примет участие во всероссийских массовых спортивных соревнованиях «Российский азимут» в Нижнем Новгороде. На этом все. Актуальные спортивные новости нашего города смотрите в программе «Дополнительное время». Всем побед! Пока! Субтитры подогнал «Симон»!